Это реально Доширак? Да! Всем привет! С вами снова проект Вместе Далеко! И напомню, что в прошлый раз мы очень интересной дорожкой проехали из Алтая вдоль границы с Монголией в Тыву, проехали Хакасию и направляемся в сторону Байкала. Кстати, мы потихоньку начинаем мониторить и отслеживать статистику нашего канала, ну, чтобы понять, кто наши подписчики, что им нравится, что не очень. И, к сожалению, обнаружили следующие цифры о том, что порядка 90-92% наших подписчиков или зрителей – это мужчины, а девушки, женщины составляют, ну, всего около 8%. Поделитесь, пожалуйста, с нами информацией, почему так. Неужели эта тема, ну, неинтересна женскому полу? Ну, а мы движемся дальше. В Красноярске встретились с Сашей Антоном, нашими подписчиками. Каждый раз не перестаем удивляться, как же много в мире людей со схожими мыслями, идеями, планами, взглядами на жизнь. И что, у нас ужин? У нас сегодня необычный ужин. У нас здоровое питание ведь в поездке, да? Ну, тогда... Ну-ка, давайте покажем, что мы едим. Ау, боже! Как давно я об этом мечтала. Это же реально, мне кажется, тут нет ничего абсолютно естественного там. Это я не про спаржу, хотя спаржа тоже. Это реально доширак? Угу. Жесть. Дед, ты видишь, ты видишь, что мы едим? Слушай, мне кажется, нас просто повесят за это. Ну, ладно, иногда просто хочется. Ты будешь есть эту гадость? Конечно. Жуть. Ну, ладно, я отключаюсь, тоже пойду поем. Из Красноярска движемся на Иркутск. В запасе 10 дней до вылета Данилы домой. Надо поскорее доехать до Байкала. Решили, что наше первое знакомство с озером должно начаться с одного из самых популярных мест, с острова Ольхон. В Иркутске делаем небольшую остановку для того, чтобы дети отдохнули от дороги и размялись на площадке. Дорога на Ольхон была для нас несколько волнительной. Все члены экипажа всматривались вдаль и надеялись за каждым перевалом увидеть озеро. И вот на горизонте показалась полоска воды. На остров Ольхон можно переправиться на пароме бесплатно. В очереди на переправу мы простояли не более получаса. Да и сама переправа осуществляется достаточно быстро. Уже был вечер и пора было искать стоянку. Решили остановиться на Малом море на полуострове Кобылья-Голова. Ну что, мы приехали на Байкал. Ура! Пойдем трогать водичку. Ура! 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 Будешь трогать? Да! Да! А, Елька! Сейчас мне предстоит искупаться в этом чистейшем и прозрачнейшем озере Байкал. Ну что ж. Раз, два, три. Ура! Ура! А так выглядит разбор вещей после прачечной. В этот раз нам все здорово сложили и одежда даже не мятая. Сейчас все это окажется там. Да! Субтитры создавал DimaTorzok Давай, забирайся наверх. Поначалу в голову приходили сравнения с Норвегией и Лафатенскими островами. А потом мы поняли, да нет же, это все Байкал. Сложная-то работа фотографа. И вот какие-то 30 километров по зубодробительной дороге и мы подъезжаем к Хужиру. Местность при этом довольно сильно меняется. Хужир это самый крупный поселок Ольхона. Здесь сосредоточено основное скопление кафешек, ресторанов, гостиниц, туристических баз. Здесь же можно договориться обо всяких экскурсиях. В основном туристы, которые приезжают на Ольхон, доезжают до Хужира и останавливаются именно там. На территории поселка находится одна из главных достопримечательностей – скала Шаманка. По бурятскому поверью, в пещере этой скалы живет Шаман, хозяин острова. Здесь же рядом со скалой находятся ритуальные бурятские столбы Саргэ. А вот наши подписчики, которые узнали нас, можно сказать, в лицо. Приятная это все-таки встреча. Найти пещеру в Шаманке – довольно непростое занятие. Ну и, если честно, попасть в нее не каждому под силу. Длина пещеры около 12 метров. При этом высота порой достигает одного метра. То есть нужно где-то прям чуть ли не ползти, чтобы пробраться по ней. Пещера сквозная. И в нее можно залезть с одной стороны Шаманки, а вылезти в другой. Данила сказал, что, пожалуй, залезть к этой пещере, пробраться через нее, пожалуй, интереснее и страшнее, чем некоторые аттракционы Диснейленда. Да, иди сюда. А у нас папа, да, они пошли в пещеру шамана, а мы тут стоим и медитируем. Покажи, как медитируем потом. Матника – это наше ремонт. Матка – это наше ремонт. Матка – это наше ремонт. Покажи, как медит depending嗎? Ам dicи – это наше ремонта. ну что сегодня у нас достаточно необычный ужин картошечка покрошечкой и все это дело шикарно все это дело на байкале все некогда мне пора есть время есть дыню мы находимся за хужиром решили сходить на пляжик сарайский залив и тут вот такая вот замечательная табличка что это прибайкальский национальный парк и посещение по разрешениям замечательные люди которые это делали вот может быть кто-нибудь смотрит из вас это видео ну напишите тогда хотя бы а где получить это разрешение кто-нибудь еще хочет свежего коровьего деревенского молочка вчера совершенно случайно мы узнали о том что чтобы посетить северную часть альхона дальше хужира нужно получить разрешение в лесничестве но вот там и приехали пойдем попробую получить график работы с 9 до 18 работа на стоимость здравствуйте нам сказали что без разрешения нельзя давить не знали и нам очень повезло что мы узнали что нужно для того чтобы получить разрешение мы вот на машине едем у нас автодом путешествуем из города рязань едем видим далеко это особый газель на это спокойно вы можете съездить здесь очень красиво посмотреть лежащие места точки остановиться вы можете в узорах потом соса песчанка и баян шунген дорога после хужира доступна только для внедорожников местные возят туристов на буханках и на полноприводных соболях соревнуясь между собой прокладывая при этом несколько одинаковых дорог что выглядит печально вообще дорога идет вдоль побережья который представляет из себя череду бухт с песчаными и каменистыми пляжами при этом в то время когда мы ехали на самом деле но людей было не очень много и на каждом пляже но может быть стояла одна максимум две машины и Продолжение следует... Сам Байкал. Ну вот он сам Байкал как раз. Как мыс-то называется? Хабой. А мы находимся на самой северной части острова Альхон. Здесь видно Байкал во всей его красе. Самый северный мыс острова – мыс Хабой. В переводе с бурятского – клык. Скалы здесь резко обрываются в воду. Чувствуется вся мощь и величие озера. Здесь мы поняли, что вот это именно тот Байкал, который мы себе представляли. Деньга сидит. КОНЕЦ А мы тем временем решили зайти в музей «Дом рыбака». Ну, честно говоря, так себе. То есть это одна комната, где собрана куча предметов. При этом экскурсия заключалась в том, что молодой человек нам сказал «Это вилы, это утюг, это удочка, это сеть». И ушел. То есть экскурсия длилась минут пять, наверное. Честно говоря, мы узнали о том, что с 2017 года запрещен лов омуля. А это было одним из основных источников дохода для местного населения. И поэтому сейчас люди пытаются как-то найти способы, куда пристроиться и чем заняться, ну, чтобы была возможность как-то кормить свою семью. А вот еще одна интересная встреча с немецкими путешественниками. Их автодом на базе у Немога, конечно, выглядит более основательно. Поделились впечатлениями, даже немного обсудили политику, образование, сделали фото на память и решили, что еще не раз встретимся на дорогах нашей страны и не только нашей. Вроде бы туалет, вроде бы хорошо, полезно. Но у меня один человек туда как-то нормальный не зайдет, а сделает свои дела где-то рядом под кустом. И это туалет при Байкальском национальном парке. Люди, которые его строили, попробуйте сами сходить в него. А здесь лишь небольшой фрагмент того, как мы вытаскиваем Лексус из песка. Сначала мы пытались вытащить Лексус каким-то железным, коротким двухметровым тросом. Но попытка оказалась неудачной. Тяжелый Лексус лежал совсем на брюхе. Пришлось доставать тяжелую артиллерию в виде динамической стропы от компании Т-Плюс. Лексус выскочил из песка, словно пробка из-под шампанского. К сожалению, заснять этого не удалось, потому что Юля забыла нажать кнопку. Но вам остается поверить нам на слова. Интернациональное спасение состоялось. Китайцы пытались нас уговорить поменять прямо на месте этот Лексус на Газель. Естественно, мы не согласились. И после этого они просто вручили нам какую-то там сувенирную, непонятную китайскую их национальную водку. Мы попрощались и разъехались. А дальше у нас была запланированная встреча. Леша обещал прокатить нас по Тажиранской степи, но об этом будет в следующей серии. А на этом очередная серия нашего приключения заканчивается. Всем пока! Если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, пишите в комментариях. Ну и, естественно, не забывайте подписываться.